Ну что же, ты приступаешь к шагу номер 3. Ты начал делать упражнения, тебе стало потихонечку легче, ты уже не боишься панических атак, ты уже передвигаешься самостоятельно. У тебя есть вегетативное напряжение, потому что ты уже знаешь, что это вегетативное напряжение там так или иначе связано с эмоциями. Ты уже это понимаешь. Оно есть, потому что не проработан сам характер, что является неврозом. Сам внутренний конфликт ещё актуален. Ты просто не боишься этой проблемы, поэтому панические атаки для тебя не страшны, никаких смертей ты уже не ожидаешь, ты можешь спокойно ездить, передвигаться и так далее. Если у тебя остались какие-то страшилки, выполняй упражнения по плану. Если нет, всё равно выполняй упражнения. Но теперь мы переходим к самому главному. Это анализ и понимание, что такое невроз, внутренний конфликт и так далее. Опять же, посмотри внимательно на эту страницу. Я подобрал для тебя видео бесплатные, в которых я говорю об этом. Но также, опять же, пообратив внимание, есть вебинары, которые ты опять же можешь приобрести дополнительно для того, чтобы понять более полностью эту концепцию. Потому что всё-таки это моя работа. Чувак, девушка, женщина, мужчина, не обижайтесь. Я большое количество материала, как видите, дал вам огромное бесплатно. Но это моя работа. Поэтому что-то для вас в большей степени будет бесплатно, какая-то часть будет платно, потому что я живу, я работаю, и это моя работа. Поэтому посмотри опять видео лекции, посмотри, что такое внутренний конфликт, какие бывают моменты. Многим ребятам помогло, и это уже достаточно стало для них. Поэтому третий шаг – это понятие того, что такое система SMASH, что такое система ABC-LS, что такое когнитивная модель, что есть мысли, эмоции, реакции и так далее. Всё это, опять же, рассказано на этой странице. И переходи к четвёртому шагу.